Добрый день, дорогие друзья, гости на моем канале. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Сегодня я хочу вам показать свою капризную бегонию. Это ДС Белая Замша. Очень такая красивая. Значит, чем она капризная? Она у меня не хочет размножаться с листика. Вот никак не хочет размножаться листиком. Я уже не единожды укореняла целые листики. Я укореняла фрагменты. Уже даже со счету сбилось, сколько этих фрагментов, сколько этих листиков я укореняла с этого кустика. В общем-то, ничего у меня не получается. Самое интересное, что вообще у меня 5 сортов бегонии. И вот 4 сорта у меня замечательно получается укоренять листики и выращивать деток. Но вот Белая Замша не хочет в моих условиях укореняться. Я даже одно время, как-то у меня проскочила такая мысль, что этот сорт вообще сложно укореняется с листика. Вот особенность такая сорта. Но потом я вспомнила, что подруга, которая подарила мне в свое время вот эту бегонию, этот сорт, она мне как раз дарила укорененный листик с детками. То есть это что, о чем говорит? Это говорит о том, что она смогла укоренить лист, а я почему-то не могу. Значит, что-то я делаю не так, да. И, в общем-то, я начала анализировать, думать и пришла к такому выводу. Значит, вот этот ДС Белую Замшу мне подруга подарила в том году в мае укорененный лист с деткой. Сейчас у нас апрель, то есть прошел год. Листик с деткой сначала рос у меня, я его не отсаживала. Отсадила я эту детку уже от листика где-то, наверное, в июле-августе прошлого года. С учетом того, что я вот так стремительно пыталась размножить ДС Белую Замшу, я, естественно, снимала листья с молодого кустика, да. То есть я этой бегонии не давала расти, по сути. Вот. И поэтому у меня не получалось размножить вот этот сорт. В общем-то, сейчас я уже решила остановиться, вот, не трогать этот кустик, не пытаться, не пробовать больше размножать с листика. Ждать, пока он вырастет, и только потом снимать уже где-то какой-то взрослый лист и пробовать снова. Ну, а если не получится, опять же, тогда уже буду размножать этот сорт вот этими вот деленочками, да. Я надеюсь, что раз уже куст начал делиться, значит, в будущем он вырастет пышным и красивым. И какую-то там одну-две деленочки, один-два отросточка, мне все-таки удастся снять и вырастить новый кустик ДС Белая Замша. В общем-то, вот так вот. Зиму перезимовали мои бегошки вполне неплохо. Я где-то месяц назад сделала им пересадочку абсолютно всем кустикам. Вот. Сейчас они уже адаптировались, и некоторые кустики начали зацветать у меня. Вот, раз бы ребрис начала зацветать, вот, видите. Это говорит о том, что в скором времени вот этот кустик тоже начнет делиться, начнут расти боковые отросточки. Ну, вот как у ДС Белой Замша. Она вот как только отцвела и сразу начал делиться куст. Вот, я тоже здесь снимала листики, укореняла вот эту бегошку. Сейчас уже я тоже этого делать не буду. В общем-то, тоже хочу вырастить сначала красивые кусты, а потом уже снимать листья. Иначе вот этими вот своими размножениями, чрезмерными, у меня так и не получится вырастить пышные кустики. Вот, смотрите, что еще в этом сорте. Я как-то вот, раз бы ребрис, как-то не очень мне нравилась эта бегония. Какая-то она мне казалась блекленькая. Но сейчас вот весна, она у меня на подоконнике стоит. И посмотрите, какие листики стали такие яркие при естественном освещении. В общем-то, я как-то, вот это более старые листы, и здесь вот не такие яркие листочки блестящие. Вот этот прям такой насыщенный такой цвет, ну, очень красиво смотрится. В общем-то, я даже по-другому посмотрела на этот сорт, и теперь он мне нравится. Также вот так, вот эта красоточка, это Федор, зарубежная селекция. Тоже очень мне нравятся такие листики, как нарисованные. Тоже вот начала зацветать. И вот как отсветет, тоже, я надеюсь, будет, начнет кустик делиться. Вот, по идее, эти бегонии уже должны вот все вырасти большими. Но я же говорю, так как я чрезмерно увлекалась размножением, то, в общем-то, они у меня до сих пор не выросли. И была у меня еще ДС Флирта, взрослая бегония. Вот, но я ее подарила маме на 8 марта, а себе выращиваю детку. Вот, по поводу этого сорта, у этого сорта такая особенность, что он плохо кустится. И я, в общем-то, много информации смотрела, как же вот вырастить ДС Флирта пышным кустиком. И пришла к выводу, что нужно прищипывать. Ну, сейчас пока, конечно, прищипывать нечего. А в будущем, вот, когда детка вырастет, буду смотреть, как же ее так вот прищипнуть, чтобы получился у меня пышный кустик. В общем-то, вот такие вот дела у меня на сегодняшний день с бегониями. Пишите, какие у вас бывают, возникают проблемы в выращивании бегоний. Ну, и как вы их решаете, эти проблемы. Это интересно и полезно. А, еще хочу вам показать. Это у меня ДС Чалакушу. Вот, тоже взрослый кустик. Я отвезла маме, подарила. Вот. А себе переращиваю кустик заново. Тоже сделала перевалочку. Где-то, может быть, недели две назад. И смотрите, какой у меня здесь грунт. Это торф. Это торф. Но, это я просеивала торф. И у меня получилась вот, ну, такая вот какая-то консистенция. Да, здесь волокна. Я только что эти волокна от палочек очистила. В общем-то, вот это, вот, ну, то, что у меня осталось от просеивания, да, от просеивания торфа, мне показалось каким-то таким воздушным и хорошим. И я решила попробовать, как будут вот в этом грунте, да, или как это назвать можно, как будут расти бегонии. бегониям же, ну, любым растениям, что нужно. Воздухонепроницаемый грунт. И мне кажется, вот такой вот грунт будет меньше слеживаться. То есть, доступ воздуха к корешкам будет всегда поступать. И я вот пробленно высадила, вот, стрепс-1 в такой просеянный торф и 1 бегошку. Ну, не знаю, пока вроде бы растут, все в порядке. Здесь самое главное, как мне уже вот показалось, за 2 недели, что они у меня здесь растут, не залить и не засушить. Как-то он достаточно такой влагоемкий получается, вот, и быстро просыхает. Ну, за счет того, что доступ воздуха, что он пористый, рыхлый, и воздушный. Буду наблюдать. И вот, если получится, то вот стрепсы попробую тоже еще пересадить вот в такой грунт. Не в чистой торфе и без перлита, а именно на летний период, вот, в просеянный. Сейчас посмотрю, как это все, как растения будут расти в нем. Ну, и как у меня с поливом будет получаться, потому что подстраиваться нужно поливать. Значит, следующее видео я, наверное, уже сниму, буду пересаживать вот эти вот детки. Есть у меня три детки, которые я хочу пересадить. Поэтому, кому интересно, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь, и мы будем с вами учиться выращивать красивые кустики бегонии. На этом всем всего доброго, до свидания.